Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет в заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха субханаху ата'аля должным образом и не умирайте, иначе как будучи мусульманами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, преуспеет огромным преуспеянием. О те, которые уверовали. Всевышний Аллах субханаху ата'аля одарил верующих множествами путей, которые приводят человека, приводят раба Аллаха субханаху ата'аля к его удовольствию, которые приближают человека к Аллаху субханаху ата'аля как можно ближе. И одним из величайших деяний и поклонений, в преддверии которого мы находимся с вами, это день Арафа, это девятый день месяца Зульхиджа, и это десятый день Зульхиджа, это праздничный день. Яуманнахар, день жертвоприношения. О те, которые уверовали. В эти дни собираются, либо же совпадают многие виды поклонений. И можно сказать, основные столпы ислама сходятся в эти последние дни месяца Зульхиджа. Последние дни, десяти дней месяца Зульхиджа. День Арафа. Посланник Аллаха субханаху ата'аля, назвал этот день, девятый день месяца Зульхиджа, днем Арафа. Потому что верующие паломники, те, которые совершают хадж, в этот день они стоят на горе Арафат. Как посланник Аллаха субханаху ата'аля, сказал, хадж это Арафат, и поэтому день Арафата для паломника является основным. Я хочу, чтобы мы немного углубились в действия посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям и представили его в этот день. Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям в день Арафата после фаджра, После того, как солнце взойдет, он выдвигался из долины Мина к горе Арафат. Это местность, определенная местность, которая называется и упоминается как территория Арафата. Аллах, субханаху ата'аля, избрал эту местность по своей мудрости. Для Аллаха, субханаху ата'аля, мольба в этот день, и особенно в этом месте, является у Аллаха великим. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, совершая хадж, он когда пребывал на гору Арафат, он совмещал и дугар, и аср, он совмещал две молитвы, обеденную и послеобеденную. Затем посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, давал проповедь верующим. Проповедь и наставление, которое было очень глубоким и познавательным, которое охватывало все аспекты и сферу жизни, сферы жизни мусульманина. Известная проповедь посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, которая именует как прощальная проповедь, она была на горе Арафат. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, после проповеди, сидя на своем верховом животном, начиная с до асра и заканчивая Магребом, посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, поднимая руки, взывал к Аллаху, субханаху ата'аля. И если даже уздечка верхового животного падала с его рук, то он не отпускал руки и не поднимал ее. Настолько был он усердным в мольбе в день Арафата. И более того, посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, обращаясь к паломникам, тот, который совершит хадж, в котором он не совершит нарушение хаджа, тот, который не будет причинять вред другим, то он вернется в тот день после хаджа, как будто бы его родила мать без грехов. Аллах, субханаху ата'аля, прощает паломнику все его грехи. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-хаджу аль-мабрур лейсал аху л-джазау л-л-джанна». «Аль-хаджу аль-мабрур лейсал аху л-джазау л-л-джанна». Принятый хадж Аллахом субханаху ата'аля, нет у него иной награды, кроме как рая. И хадь является обязательным и важным столпом в исламе. И его совершают, и он является обязательным для того, у кого есть физическая возможность и материальная. Сегодня Аллах, субханаху ата'аля, испытывает нас и всю умму тем, что даже у человека, если есть материальная возможность, то по причине физической возможности он не может совершить хадж. Но хадж, как символ, он никогда не останавливается и не отменяется. Подобно тому, как символы ислама, они не останавливаются даже для тех, которые не совершают хадж. А речь идет о нас, мусульманах, которые далеки от святых земель. Но они застанут также эти дни, день Арафа и день праздника. Что же следует делать мусульманину в эти дни? Какова награда у Аллаха, субханаху ата'аля, и какова сунна всех пророков в эти дни? Посланник Аллаха, салли Аллаху алихи вассалям, сказал и побуждал поститься в день Арафата. Для тех, кто не отправился на хадж, для тех, кто не совершает хадж, для них пост является желательным. И награда за пост посланник Аллаха, салли Аллаху алихи вассалям, сказал, «Я надеюсь, что Аллах простит предыдущие грехи целого года и будущего года». Награда за пост в этот день у Аллаха велика. Потому что этот день для Аллаха, субханаху ата'аля, великий. И более того, верующему следует в этот день не только поститься, а часто взывать к Аллаху, субханаху ата'аля, с мольбой. Посланник Аллаха, салли Аллаху алихи вассалям, сказал, «Лучшая дуа, лучшая мольба, которую мог бы сказать «Я» и пророки до меня». Это слова «Ла Иллаха, Илла Аллах, вахдаху ла шарикала, лаху л мульку, ва лаху л хамд, ва ху аля куллиша ин кадир». Это лучшая мольба, лучший взов к Аллаху, субханаху ата'аля, когда верующий желает у Аллаха просить все, что он хочет. И когда он исчерпал весь свой словатный запас или запас своих желаний, то его уста не должны останавливаться. Он должен взывать к Аллаху, субханаху ата'аля, дуа, которая была лучше. И посланник Аллаха, салли Аллаху алихи вассалям, говорит, «Лучший, который я говорю, и пророки до меня». Это слова таухида. Слова возвеличивания Аллаха, субханаху ата'аля. Вот те, которые уверовали. Старайтесь поститься в этот день. Старайтесь приучать детей к посту в этот день. И более того, изучайте предписания Аллаха, субханаху ата'аля, связанные с этими днями. И особенно обучайте этому своих детей и наше будущее поколение. Для мусульман день Арафа – это не просто день. Это день садака. Это день поста. Это день поминания Всевышнего Аллаха. В каждом народе существуют различные традиции, связанные с этим днем. И они связаны в большую часть садака. В нашем народе, в Крыму, есть такое понятие, как хухуч-хармас. Хухуч-хармаса. Когда человек готовит что-либо в своем доме, а затем из самого приготовленного он раздает и бедным, нуждающимся соседям. Сегодня это осталось как традиция. Но я уверен, в каждом народе есть подобное. И многие люди стали забывать ее и говорить, это не из ислама. И не делать ее, и не выполнять ее. Лишает себя тем самым награды садака. В нашем сегодня понимании стало садака это дать деньгами. Но раньше мало кто давал деньгами. Раньше давали едой, потому что люди были на самом деле нуждающиеся. И сегодня люди должны стараться давать садака, неважно, едой, одеждой, либо же деньгами. И особенно предпраздничный день. И особенно, когда в этот день люди постятся. Если ты приготовишь еду в своем доме, а затем раздашь ее постящимся, то получишь награду постящегося. И поэтому в этот день, 9-го зульхиджа, каждый мусульманин, каждому мусульманину стоит проявлять усердие в своих благих деяний. И знать, что у Аллаха, субханаху ва-та'аль, этот день великий. И несет огромный символ в исламе. Если бы он не был значимым в исламе, то он бы не был бы связан с предписаниями и с обрядами хаджа. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям, сказал, «Аль-хаджу Арафа». Хадж — это Арафат. И паломник, который не успел на Арафа, его хадж недействительный. Потому что стояние у того места для паломника у Аллаха велико. И соблюдение поста сунны посланника Аллаха, салли Аллаху алейху салям, у Аллаха велико. У те, которые уверовали. Не пренебрегайте этой сунны. Не пренебрегайте благими деяниями в эти прекрасные дни, которые являются лучшими днями у Аллаха, субханаху ва-та'аль. Я прошу Аллаха, субханаху ва-та'аль, простить нам наши грехи. Явные и тайные просить у Аллаха прощения, у тебя прощающие милосердия. Десятый день месяца Зульхиджа – это величайший день для всей уммы. Это один из величайших праздников мусульман. У мусульман есть два праздника. Это праздник окончания месяца Рамаван и праздник жертвоприношения. Это десятый день месяца Зульхиджа. Это этот день обряды паломника совершаются в основном в эти дни. Это курбан, это жертвоприношение, это Тавав, это Рам-Юль-Дямарад. Все основные деяния паломника в этот день. Но для тех, которые не совершают хадж, остаются величайшим и величайшим благим деянием, посредством которого человек приближается к Аллаху, субханаху ва-та'аль. И награда у Аллаха записывается до пролития крови, пока даже кровь не упала на землю. Настолько у Аллаха, субханаху ва-та'аль, величайшая награда за курбан. И поэтому мусульмане в этот день, в день праздника, не просто празднуют. И должны не просто праздновать, а также по мере своей возможности делать курбан. Курбан – это принести жертвенное животное Аллаху, субханаху ва-та'аль, как жертвоприношение. Слово «жертвоприношение» часто людей пугает и ассоциирует с некими языческими традициями и тому подобное. На самом деле, эта традиция и этот обряд, он не только в уме Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, был как обрядом, а он был обрядом в предыдущих предписаниях пророков. Ибрахим, алейхи вассалям. Аллах, субханаху ва-та'аль, с ним провел огромное испытание. Дал ему огромнейшее испытание, связанное с ним и с его сыном. Аллах, субханаху ва-та'аль, говорит об этом в Коране таким образом. Ба'ад ауузи биллахи мин ас-шайтаан и рожим. Аллах говорит. Ба'ад аууу. Ба'ад аууу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как Аллах испытал Ибрагима тем, что Он долгое время не давал ему детей У него и его жены Сары не было детей долгое время Когда же он достиг старости, Аллах дал ему, даровал сына от его второй супруги Хаджер Этот сын был любимцем И вот Ибрагим, алейхиссалям, видит своего сына Исмаиля Который уже достиг возраста юношества Когда он уже способен понимать, осознавать Он видит, как он приносит жертву и режет своего сына Курбан, Аллаху Субханаху Ва Та'Аля Но пророки К ним нисходит весть от Аллаха Субханаху Ва Та'Аля И через сны также Не только напрямую от Джибриля, алейхиссалям Но также через сны Ибрагим, алейхиссалям, видит в этом повеление Всевышнего Аллаха Но в этом для него было величайшее испытание Не только для него, а для его сына Для Ибрагима и для его сына Тогда он сказал своему сыну О Исмаил Я вижу во сне, как я приношу тебя в жертву Аллаха Что ты думаешь об этом? Скажи мне о своем решении И посмотрите На правдивого На покорного Ребенка Он сказал О Отец Выполняй то, что повелевает тебе Аллах И ты, инша Аллах Увидишь меня терпеливым Всевышний Аллах говорит Когда же они оба покорились Аллаху Курбан О те, которые уверовали Это не просто зарезать жертвенное животное Это не просто съесть мясо и раздать Это проявление величайшей покорности Аллаху Субханаху ва Та'Аля Когда человек Расходует из своего имущества Покупает лучшего животного Без изъянов Он приносит Он режет этого животного Для того, чтобы Всевышний Аллах Субханаху ва Та'Аля Во-первых В первую очередь Отблагодарить Аллаха И приблизиться К Аллаху Субханаху ва Та'Аля Посредством этого поклонения Посредством того, что мясо этого животного Он раздаст Нуждающимся Родственникам И накормит свою семью И вот когда они оба покорились И он уложил его на бок Аллах Субханаху ва Та'Аля Говорит Мы заменили ему Величайшим курбаном Аллах Субханаху ва Та'Аля Дал ему Привел к нему барана Которого он Зарезал И выполнил повеление Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'Аля За место своего сына Что же после этого О нем говорит Аллах О те, которые уверовали Аллах Субханаху ва Та'Аля Сохранил Память об этих людях В Куране В судне посланника Аллаха Салаллаху алейхиусалям Благодаря их правдивости Саллахом Аллах Субханаху ва Та'Аля Говорит Поистине это было Величайшее испытание для него Для них обоих Аллах Субханаху ва Та'Аля Испытывал их на покорность И ежедневно Аллах Субханаху ва Та'Аля Испытывает нас на покорность На покорность Аллах говорит И мы оставили о нем память В предыдущих народах Сегодня мы вспоминаем Ибрахима алейхиусалям Вспоминаем его историю с его сыном Это память о которой Аллах Субханаху ва Та'Аля Сохранил о нем Аллах Субханаху ва Та'Аля Говорит Саламу на аля Ибрахим Мир Ибрахиму Мир в этом мире И мир в будущей жизни Так Аллах говорит Мы вознаграждаем Творящих добро Поистине он является Нашим верующим рабом Посмотрите на эти прекрасные слова Как Аллах упоминает Своего покорного раба Таким может быть каждый Который искренен В своих благих деяниях Искренен в своем намерении Искренне с Аллахом Субханаху ва Та'Аля Курбан Это не показуха Который человек говорит И хвастается перед всеми И говорит Я зарезал столько-то Нет Это проявление покорности Аллаху Субханаху ва Та'Аля Это забота О бедных и нуждающих Посланник Аллаха Салаллаху алейхиусалям Сказал в хадисе Который передает Аиша Ради Аллаху анха Посланник Аллаха Салаллаху алейхиусалям Сказал Любой сын Адама Который То есть Самое благое и самое любимое деяние для Аллаха Из деяния сынов Адама Это Яуман Нахар Это день Курбана Это день жертвоприношения Когда верующий Приносит Курбан И приносит жертвенное животное К Аллаху Субханаху ва Та'Аля Путем жертвоприношения Путем жертвоприношения Посланник Аллаха Салаллаху алейхиусалям Говорит В судный день Придут и будут свидетельствовать И рога И копыта И шерсть Или волосы Этого жертвенного животного У Аллаха Субханаху ва Та'Аля Записывается награда За Курбан Даже до момента С момента выхода крови У животного До момента Пока До тех пор Даже пока Она не упала На землю Или же не пролилась на землю До этого момента Аллах Субханаху ва Та'Аля Уже записал награду верующего Курбан Это Символ ислама Который не должен быть забытым Часто мы говорим Или мы считаем Что должен Курбан Зарезать кто-то И принести мясо нам Хотя мы сами Способны зарезать Курбан Мы не должны ждать мясо Когда нам принесут Мы должны Быть из тех Которые приносят Курбан Делают Делают жертвоприношение И раздают это мясо Будь всегда Из тех Которые дают И не старайся Быть из тех Которые всегда Берет и просит Судно посланника Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Он приносил Курбан За себя За свою семью И за всю умму Которая не могла Сделать Курбан И поэтому Достаточно С одной семьи Одного Курбана Не нужно Каждому члену семьи Делать Курбан Достаточно С одной семьи Сделать один Курбан И это Сохранение Символа Ислама Это Сохранение Это приближение К Аллаху Субханаху И это Сунна Ибрахима Это Сунна Всех пророков Которые были До него И Сунна Нашего посланника Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Всевышний Аллах Испытывал Множество людей Именно Курбан Аллах Субханаху Испытал Двух сынов Адама Кабила Ихабила Курбана Аллах Субханаху Испытал Ибрахима Алейхи вассалям Курбан И посмотрите Аллах Субханаху Испытывал Как мягко И как красиво Упоминает Тех Которые были Покорны ему Вот те Которые уверовали Наша вся жизнь Это испытание Нас постигают Испытания Справа Слева Спереди Сзади Сверху Снизу Мы порой думаем Это наказание Или порой думаем Что это трудность На самом деле Это испытание Аллаха Субханаху По отношению К нам Будем ли мы Терпеливы Как Исмаил Будем ли мы Покорны Как Исмаил Ибрахим Будем ли мы Благодарными Аллаху Субханаху Атааля Как и эти Прекрасные Пророки Либо же Мы будем Жадными И скупыми И не будем Видеть Милость Аллаха Субханаху Атааля Оказанную К нам Вот те Которые уверовали Проведите Эти дни Дни Символа Ислама С радостью И вспоминанием Всевышнего Аллаха Это праздник Дарите Дарите Своим Детям Праздник Дарите Своей Семье Праздник Пусть Этот день Не пройдет У вас Подобно Обычному Дню И пусть Вашей Семье Эти дни Не пройдут Обычным Днем Или Обычными Днями Это Символ Ислама Радуйтесь Восхваляйте Аллаха Субханаху Атааля Ведь Это Проявление Благодарности К Аллаху Я прошу Аллаха Субханаху Атааля Чтоб Он Нас Сделал Из Благодарных И Щедрых Рабов Я прошу Аллаха Субханаху Атааля Чтоб Аллах Простил Нам Наши Грехи Явные Тайны И дал Нам Возможность Совершит Хадж Я прошу Аллаха Субханаху Атааля Чтоб Он Одел Каждого Раздетого Накормил Каждого Голодного И Напоил Каждого Жаждущего Я прошу Аллаха Субханаху Атааля Чтоб Он Ответил На Мольбу Каждого Взывающего К ним Ведь Он Слышащий И Отвечает На Мольбу Просящего Субханаху 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 Субханаху